Друзья мои, я вас безусловно приветствую на канале Донати. Сегодня мы будем убирать вот такие вот кнопочки на любом телефоне Samsung. Ну практически на любом телефоне Samsung. Это не составит труда это сделать, соответственно. Что мы хотим получить? Есть на телефоне Samsung такая возможность убрать эти кнопки и сделать так, чтобы были полосочки маленькие и красивенькие. А также еще много классных фишек далее. Также я покажу бонусом, как настроить классно секретные уведомления, которые поймете дальше, смотрите видео до конца. Будет много всего интересного, много бонусов и так далее. Друзья, а также покажу бонусом, опять же, как восстановить фотографии, которые вы очень давно удалили. Смотрите, что мы делаем. Мы переходим, во-первых, в настройки. А, ну не забываем поставить лайк этому полезному, помогающему вам видео, которое создано для вас. Спасибо за взаимность. Мы идем в настройки, идем в дисплей. Идем ниже. Тут будет навигационная панель. Нажимаем навигационная панель. И здесь есть выбор. Кнопки навигации. Вот нарисовано. Жесты в полноэкранном режиме. Мы выбираем. Что мы наблюдаем сейчас? Опа! Видите? Все. Собственно говоря, мы включили жесты. Можно еще нажать другие параметры. И посмотреть, и настроить под себя жесты. Вот есть кнопка для скрытия клавиатуры. Соответственно. Много чего есть еще. Можете настроить, полазить. Вот, собственно говоря, основную тему мы сделали. Мы прошли этот этап. Надеюсь, что у вас все получилось. Друзья, если так, то поставьте лайк. Если не получилось, то напишите в комментариях модель своего телефона. Я помогу лично вам. Если у вас что-то по-другому, вы не нашли, допустим. Итак, мы идем. Я говорил про уведомления, которые, соответственно, глубокая настройка уведомлений. Есть такой параметр, как дополнительные функции. Мы идем в дополнительные функции и всплывающие уведомления. Но я скажу, что вот. Вообще-то, вообще-то вот. Основная настройка уведомлений. И дальше люди не ходят, не ищут. На самом деле есть вот секретное. Сюда мало кто заходит. Всплывающие уведомления. Как это происходит? Смотрите, это можно поставить на любое приложение практически. Вот их очень много, как видите. Почти все, которые есть на этом телефоне, я скажу. Что будет происходить? Допустим, когда обычные уведомления вам приходят, они вот тут в верхнем левом углу. Они отображаются. Можно что-то пропустить. Когда их слишком много, многие не отображаются. Если вы хотите что-то важное, чтобы прямо не пропустить от какого-то приложения. Допустим, пускай это WhatsApp для вас очень важно. Или Авито. Вы нажимаете в WhatsApp. После этого, конкретно с этого только приложения, будет приходить у вас, когда что-то вам пришло, кто-то написал и так далее. Будет прямо такое окошко круглое приходить. На окне будет у вас. Вот тут вот, по-моему, по середине, как правило. Вы нажимаете, появляется маленькое окошечко квадратненькое. И вы просматриваете, что там вообще. Если хотите, там нажимаете полный экранный режим, и он разворачивается. Либо крестик. Вы считаете, это не важно. Все. Вот это классная функция, которая мне лично очень много раз помогала не пропустить очень важные по работе дела. Так, значит, следующее. Я обещал вам показать, как восстановить фотографии тремя способами на телефонах Samsung, которые вы давно удалили. Ну, давайте из двух простых. Я просто многим людям это нужно. Реально, многие люди просили меня бонусом это показать в следующих видео, чтобы большим людям помочь. Два простых способа, потом третий крутой. Мы идем в галерею, и здесь будет в правом верхнем углу. Открываете галерею, в правом верхнем углу три точки, нажимаете, там корзина будет. До 30 дней фотографии, которые вы удалили, там находится. Следующий способ. Мы идем, значит, в такое приложение, как Google Photo. Ищите, оно у вас точно есть на телефоне Samsung. Я не буду нажимать, там много фотографий, это не мой телефон. Телефон девушки, и там не могу за нее решать, можно ли мне показывать фотографии. Свои бы показал. Нажимаем и обнаруживаем тоже много очень фотографий, которые мы удалили из галереи год назад, два года назад и так далее. То есть очень много времени назад. Также есть там в верхнем левом углу три полосочки. Нажимаем по ним, и там будет корзина. В следующем мы идем в Play Market, и это не реклама приложения, мне никто не платил, чтобы я прорекламировал. Просто это респект разработчикам. Очень классное, годное приложение, которое помогает людям восстановить фотографии. Ну, вы видели название, устанавливаете себя официально с Play Market, нажимаете диск диггер. Сейчас я посмотрю, у меня, по-моему, сейчас в восстановлении идет фотография. И опять же, как я сказал, я не могу показывать фотографии не себя, а человека, которому принадлежит этот телефон. Что мы делаем? Мы нажимаем диск диггер, начать простой поиск изображений. И будет очень много всяких фото, видео, файлов, скриншотов, которые вы очень давно делали, вы удивитесь. Ну, собственно говоря, друзья, пользуйтесь, если видео вам понравилось. Да и вообще, друзья, ставьте лайк этому полезному видео, которое создано, чтобы помочь вам. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные, интересные видеоролики, которые помогут вам разобраться в ваших гаджетах. Пишите в комментариях, все ли у вас получилось, задавайте свои вопросы. А мы с вами, как всегда, безусловно прощаемся. Но в то же время, скоро, безусловно, и снова увидимся.